Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, продолжается ли духовное развитие человека после смерти? Ну что, когда получаем мы такие вопросы, осознаем, что плохо, конечно, преподает наша церковь вам догматику свою. Но, конечно, продолжается духовное развитие после смерти. В этом весь смысл человеческой жизни. Мы говорим, не мы говорим, Писание говорит нам, что человек создан по образу и по подобию Божию. Образ — это то, что мы есть, а подобие — что такое? Подобие — это как раз то бесконечное развитие, в котором человек всегда будет стремиться дорасти до Бога и никогда не будет иметь такой возможности до конца. Потому что Бог превосходит любое человеческое развитие, являясь единственным абсолютом и недостижимым, прекрасным. Но мы будем с вами развиваться, мы будем с вами расти, мы будем с вами трудиться, как, знаете, один из наместников Оптиной пустыни говорил своим монахам, когда они говорили, ну вот, сейчас мы потрудимся, а потом будем отдыхать в Царстве Небесном. Он говорит, вы что, вы там будете вкалывать еще больше трудиться, чем вы трудились здесь? Вы, говорит, не думайте, что со смертью все закончится. Нет, там и подвиг дальше будет, там и труд, там и возрастание. Вот, поэтому, безусловно, жизнь, жизнь, она имеет такое свойство, если вы, конечно, не унываете и не думаете, что все трагично и безрадостно, она имеет свойство невероятного развития, расширения. Вот мы читаем, что язычники, вот апостол Павел говорит, что язычники, наблюдая этот мир, не зная закона Божьего, часто поучаются, да, из того, как создан этот мир. Но вот мы, христиане, они поучаемся вот этой расширяющейся вселенной, например, да. Ну, представьте себе, был какой-то взрыв условный, да, о котором говорят ученые. И зачем расширяться-то дальше? Все взорвалось и повисло себе, есть притяжение между планетами, и все себе висит в таком порядке, стройном, правда? Зачем расширяться? Нельзя не расширяться, потому что сама жизнь подразумевает собой, сама форма бытия, данная нам Богом, подразумевает собой постоянное развитие. Поэтому никакой остановки не может быть. И развитие там, за порогом жизни, оно же будет несоизмеримо прекраснее, чем здесь. Потому что, во-первых, мы с вами осознаем, что такое бесконечность. Сейчас мы живем в проклятии времени, оно и помогает нам очень сильно, но тем не менее. Вот, а представляете бесконечность? Представляете, когда ты не связан плотью, Когда ты вырвался из-под постоянного дьявольского влияния, Этого навета, лжи, Когда тело твое, новое твое тело, Настоящее, которое было когда-то создано Богом для тебя, Не требует у тебя страстности, Не напоминает тебе смертности, оттленности. Какое же мощнейшее и невероятно светлое и удивительное развитие, И возможность для развития предоставляется нам. Вот, пока мы живем в мечте об этом, Как говорит апостол Павел, Видим как бы сквозь тусклое стекло. Но перейдя границу смерти, Мы увидим, как мы были созданы, Как мы были задуманы, Увидим себя во всей полноте, И наша душа прямо рванется, Уверяю вас, К тому развитию, о котором вы спрашиваете, И будет наслаждаться этим развитием Бесконечные и бесконечные века. Внеси свой вклад, оцени, Подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok